ПОЛИГОН Борьба с танками — задача не из простых. Большинство машин для этого вооружается увесистой пушкой, навороченными ракетными комплексами или крепкой бронёй. Но есть и другой подход, который отлично демонстрирует новый японский бронеавтомобиль Type 87 RCV. Вооружение представлено 25-мм автопушкой с углами вертикального наведения от минус 10 до плюс 45 градусов, а также спаренным пулемётом винтовочного калибра. Из дополнительного оснащения доступны система постановки дымовой завесы и приборы ночного видения. Моторное отделение расположилось в задней части машины за бронеперегородкой. Экипаж — пять человек, водитель и стрелок-радист спереди, наводчик и командир в башне, а заряжающий — рядом с двигателем. Так в чём же заключается его особый противотанковый подход? В сочетании подвижности бронеавтомобиля и мощи 25-мм автопушки, в боекомплекте которой есть уже знакомые нам оперённые бронебойные подкалиберные гвозди. Их пробитие достаточно для поражения в борт любых средних танков и ОБТ, а лёгкие цели, вроде «Зениток» и «БМП», прошиваются прямо в лоб. Проблемы могут возникнуть разве что с самыми тяжело бронированными оппонентами. Если встретили такого и пробить его никак не получается, ломайте ствол, гусеницы, катки, помечайте врага активной разведкой и езжайте дальше по своим делам. Пока тяжеловес всё починит, вы уже будете на другом конце карты. Да и союзники, скорее всего, успеют за это время с ним расправиться. Кроме отличной подвижности и мощной пушки, агрессивной тактике способствует скорость горизонтального и вертикального наведения. Используя эффект неожиданности, можно выскакивать сразу на нескольких противников и выходить из боя победителем. Пожалуй, единственный недостаток боевого модуля — отсутствие стабилизатора. Скорострельность орудия немного сглаживает эту проблему, но всё же вести огонь на ходу не слишком комфортно. Ну и не стоит забывать о слабом бронировании. Экипаж из пяти человек, конечно, немного повышает живучесть, но только пока снаряды противника не взводятся и пролетают насквозь. А уж если оппонент вспомнит о крупнокалиберном пулемёте и воспользуется им — пиши пропало. Ещё не лишним будет периодически осматривать небо. Ближе к середине сражения там может появиться вражеская авиация, для которой легко бронированный бронеавтомобиль — лакомая цель. Но специально для пилотов у японца есть сюрприз — углы наведения до 45 градусов вверх. Разумеется, всю команду такая импровизированная зенитка не прикроет, но за себя постоять вполне сможет, если, конечно, не пропустит момент атаки. Представьте, что мы оказались в тридцатых годах и решили вооружиться танками. К кому бы обратиться? Лидерами отрасли считаются Франция и Британия. Может, что-нибудь найдётся у американцев. А как насчёт маленькой Чехословакии? Тогда, в межвоенное время, у неё была своя школа танкостроения. И какая? Разработкой и производством танков в Чехословакии занимались две крупные фирмы — «Шкода» и «ЧКД». Конкуренция между ними привела к невероятно быстрому развитию бронетехники. Первым большим успехом стал лёгкий танк от «Шкоды», поступивший на вооружение под индексом ЛТ «Взор-35». Модель обладала пневматической системой управления и планетарной коробкой передач с полным реверсом. Похожую конструкцию пытались построить и немцы, но у них ничего не вышло. И пусть с доведением машины до ума пришлось повозиться, «35» показал, что чехословацкие инженеры способны создать танк на уровне ведущих стран. В это же время конкуренты из ЧКД тоже не сидели сложа руки. Проиграв конкурс внутри страны, они нацелились на экспорт и не прогадали. Их танки отличало высочайшее качество при вполне умеренной цене, а подогревало интерес готовность доработать проект по желанию заказчика. Неудивительно, что от покупателей не было отбоя. Иран и Перу вооружились танками ЧКД, а Швеция и Швейцария ещё и развернули производство по лицензии. В итоге, по экспорту бронетехники, Чехословакия вышла на второе место в мире, уступив разве что Британии. А пока ЧКД получала один заказ за другим, чехословацкие военные объявили требования на новый лёгкий танк. ЛТ «Взор-35» страдал от множества недоработок, поэтому его производство остановили. Тогда ЧКД предложила модификацию своего экспортного танка. Прототип прошёл более 7 тысяч километров без серьёзных поломок. Довольные военные немедленно приняли ЛТ «Взор-38» на вооружение. Но едва его производство развернули, как страну оккупировали немцы. Они по достоинству оценили захваченную бронетехнику. ЛТ «Взор-35» смотрелся заметно выигрышнее немецких «Панцер-2». А ЛТ «Взор-38» и вовсе был сравним с ранними «Панцер-3». А поскольку производство «Тройки» буксовало, чехословацкие танки оказались очень кстати. В отличие от других трофеев, они получили название в немецком стиле – «Панцер-35Т» и «Тридцать-8Т». Последний так понравился немцам, что они и сами продолжили его производство и модернизацию. А «Шасси-38Т» прошло через всю войну. Но одних только талантливых инженеров, как видите, оказалось недостаточно. Да, Чехословакия вооружила бронетехникой Иран, Румынию, Перу, Швейцарию, Швецию, Венгрию и Эфиопию. Но от немецкой оккупации ее это не спасло. А после войны пришедшие к власти коммунисты быстро свернули экспортные поставки, и страна ограничилась выпуском советской бронетехники. Оригинальная чехословацкая школа танкостроения осталась в прошлом. Сегодня мы столкнем между собой самые универсальные машины четвертого ранга — средние танки с боевым рейтингом 6,3 — 6,7. Встречайте! Американский М-26 Першинг, советский Т-44, британский Чариотир Марк-7, японский СТА-3. Италию представляет еще один Першинг модификацией А1, а за Францию поборется АМХ М4. В первом испытании традиционно проверим подвижность участников. Экипажи на старте... Поехали! Машины срываются с места, британец и француз сразу выбиваются в лидеры, следом за ними идут СТА и Т-44, а Першинги немного отстают. В пустыне разрыв между участниками только увеличивается. В болотной топе Чариотир все-таки уступает первенство французу, но гонка еще не окончена. Наконец, финишная прямая. По асфальту, да еще и с горки, танки разгоняются почти до максимальных скоростей. Британец обгоняет АМХ и побеждает в испытании. С минимальным отставанием приходит француз, за ним финиширует советский танк, на последнем участке он обогнал японца, которому досталось четвертое место. Пятый — американец, а сразу за ним приходит итальянский Першинг. Видимо, сказалась чуть большая масса. Теперь проверим лобовую защиту участников. Вести огонь будем из американской 90-мм пушки — каморными снарядами с дистанцией 500 метров. Первым броню подставляет Чариотир и… почти сразу выбывает. Его брони явно недостаточно против такого снаряда. Теперь черед японца. Маска орудия и края башни иногда выдерживают попадание, а трансмиссия в передней части корпуса повышает живучесть. Но, в общем, дела у СТА не намного лучше, чем у британца. Дальше под удар становятся Першинги. Края НЛД, нижняя часть ВЛД, пулеметное гнездо, люки мехвода и стрелка радиста, погон башни и область над маской орудия — уязвимых зон тут много. Но спасает сложная форма литой брони, из-за которой бывает непросто выцелить нужную точку. Француз чувствует себя намного увереннее. В корпусе у него уязвим лишь стык лобовых деталей, а сложная конструкция качающейся башни повышает шанс непробития. Ну а побеждает в испытании советский танк. Из уязвимых зон у него только прямые участки щек башни и маски орудия, а также командирская башенка. И напоследок стрельбище. Для каждого участника мы подготовили по два королевских тигра-хэншеля на дистанции 200 метров. Один располагаем бортом, а второй — лбом. А чтобы сравнение снарядов было объективнее, из мишеней мы достали весь боекомплект. Первым же выстрелом в борт Т-44, Першинги и СТА-3 уничтожают один «Тигр». В этом им помогли каморные боеприпасы. Французу и британцу потребовалось два выстрела, но вот и они переключились на более сложную цель. Японский экипаж, благодаря автомату заряжания и кумулятивным снарядам, уничтожает второй танк и завершает испытание. На две цели у него ушло всего три боеприпаса и чуть больше 12 секунд времени. За 19 секунд справляется британский участник. Подкалиберы с отделяющимся поддоном пробивают «Тигра» прямо в ВЛД. А остальные участники тратят чуть больше времени на колупание лба башни подкалиберными и сплошными снарядами. Пришло время подвести итоги. Сегодняшние участники — продукт множества компромиссных инженерных решений с небольшими перевесами. У одного к бронированию, у другого к подвижности, к скорости перезарядки, разнообразию боеприпасов. Все тонкости не перечислить. Поэтому мы решили, что в этом триатлоне призовые места получат все шесть танков. Итак, бронза достается британскому «Чариотиру» за отличную подвижность и мощные подкалиберы, а также двум першингам за универсальность. Серебро забирают советский Т-44 за прочную броню и японский СТА-3 за автомат заряжания и разнообразие снарядов. Ну а побеждает, и справедливости ради, надо сказать, просто с крохотным отрывом, французский АМХ за достойные показатели по всем параметрам. Ну а теперь можно переходить к ответам на вопросы, которые вы задаете в комментариях. И первый вопрос на сегодня прислал Дмитрий Молев. Почему у бобров и штурмовиков задний стрелок на некоторых самолетах от первого лица, а на некоторых — от третьего? «Привет, Дмитрий! По умолчанию вид от первого лица на самолетах с одной турелью. Но вы можете переключить его в меню «Настройки», «Основные параметры», «Самолетные боевые настройки», «Камера вида от стрелка». Спрашивает Аноним, как ОБПС может разлететься на осколки после пробития? Там же нет взрывчатки! «Привет! В случае ОБПС осколки действительно образуются не от взрыва. По большей части это маленькие кусочки бронелиста, которые откололись во время пробития». Следующий вопрос прислал пользователь с ником EnderTheChasmFuryAnimations. Почему советские каморные снаряды лучше пробивают наклонную броню, чем каморники других стран? «Привет! Тут дело не в стране производителя. С наклонной бронёй лучше справляются тупоголовые снаряды». Интересуется Артём Уай. «Вот, например, у моего штурмовика две бомбы по 500 килограмм и две по 250. Как мне скинуть сразу бомбу на 500, если сначала скидываются 250?» «Привет, Артём!» Порядок сброса бомб можно выбрать с помощью селектора подвесного вооружения. Для его использования нужно настроить две клавиши в меню управления «Самолёт вооружения». Первая клавиша — «Селектор подвесного вооружения». Вторая — «Пуск сброс выбранного подвесного вооружения». И последний комментарий на сегодня нам прислал Кир Кирыч. Как работает ЗРК на аэродромах? «Привет! С уверенностью заявляем, ЗРК работает отлично! Зенитная ракета отбивает всякое желание атаковать самолёты на земле». На этом всё. С вами был «Полигон» от «Гайдзин Энтертейнмент» — программа, которая выходит на нашем канале каждое воскресенье ровно в 19.00 по московскому времени. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. Ставьте лайки, делитесь впечатлениями в комментариях и увидимся ровно через неделю!